Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о том, как я чуть не пропустил одно чудо. Ну просто, блин, я не знаю, как так получилось, но чуть не тормознул. Короче, я рассказывал вам о кофе, который нам поставили львовские ребята, Правды Вакава называется, крепкая медсна, Правды Вакава. Ну, передали там, а там пачек, ящик, да, то есть много. Но я не пересмотрел все и случайно заглянул, вот сейчас случайно, просто, блин, ужас, если пропустил, заглянул, а там пакет, который просто заполнен, это не кофе, он заполнен другими маленькими пакетиками. Вот я их начал доставать и прозрел, я вам серьезно сейчас объясню, почему. Здесь два вида вот таких одноразовых пакетиков, то есть просто засыпается в чашку, ну мы во Львове, да, не забывайте, что львовский кофе, это всегда готовится в чашке, запары на кава, то есть все просто, надежно и быстро. Вот такой пакетик, одноразовый пакетик молотого кофе. Но фишка заключается в двух вещах. Первое, вот это туристический кофе, да, вот он для, там на костре, на огне, outdoors, да, то есть как бы куда-то идете, с собой можно взять. Но суть совсем в другом. Я смотрю на состав, там Арамико, Высокогорное и так далее, смотрю страну Папуа-Новая Гвинея. Ну то есть, как Вам объяснить, Папуа-Новая Гвинея в кофейном мире очень редкий кофе. Ну очень, потому что, во-первых, это далеко же, Вы понимали, это на другом конце света. Вот. А второе, это, ну он, как сказать, он очень трудоемкий, то есть он трудно, там нет дорог, там вообще эксплуатация тяжелая, то есть он дорогой, вывозить его, ну вообще все с ним тяжело. Но это, чтобы Вы понимали, вот когда меня спрашивают, какой ты считаешь самый вкусный кофе, я говорю, не-не-не, я ухожу от этого ответа, никогда, Вы, наверное, не слышали от меня этого. Я не рассказываю, потому что, ну это очень субъективно. Но когда из меня все-таки вытягивают, я говорю, у меня есть два кофе, которые я обожаю. Это Йемен и это Папуа-Новая Гвинея. Вот просто обожаю. То есть Эфиопия, родина кофе, он хорош, но для меня вот эти два, они просто самые сладкие, самые вкусные. Я не знаю, почему Папуа-Новая Гвинея. Йемен, я понимаю, они культивировали эфиопский кофе все эти века. То есть они превратили кофе в коммерческий продукт. Арабы, Йемен. А вот Папуа-Новая Гвинея, кто знает, где находится. То есть это вообще для меня загадка. Но это один из вкуснейших кофе мира. Я очень удивлен, ну даже мне немножко жалко вот на такие пакетики его использовать одноразово, но тем не менее, это вот один из, конечно, величайших продуктов, просто открытие. Я Вам честно скажу, я вряд ли буду делиться с кем-то этим. Потому что Папуа, блин, просто неожиданность. Так что спасибо, ребята, спасибо, Игорь, большое. Вот эта компания, которая передала. Второй пакетик, это уже, ну не для меня, я не рыбак, но для рыбаков. Ну я тоже прозрел, насколько, ну насколько грамотно и насколько, ну красиво. Ну так элегантно подошли. Смотрите, здесь Колумбия и Индия. Хороший блайнд, очень арабика-робуста. Вот средняя обжарка, ля-ля-ля-ля. И написано, фус, фус на викидаты. Ну фус, чтобы Вы знали, вот если Вы услышите слово фус в Западной Украине, в частности в Львовской, да, в Львовском регионе. Фус это кофейная гуща. То есть фусом называют кофейную гущу. Так вот здесь написано, фус не выбрасывать, а использовать в фидере. Я плохо знаю, что такое фидер, но если не ошибаюсь, это вот эта штучка рыбацкая, которая прикормка, как бы ее как-то там в воду опускает и прикармливает рыбу. Ну прикольная идея, потому что для кофе с таким ароматом и не использовать в рыбалке, мне кажется. Ну короче, я понимаю, что ребята шарят, видно, в этих делах. Почему? Потому что я видел у них, у них есть кофейня во Львове, и там что-то с ножами связано. Игорь, кстати, Игорь, хозяин, говорю, это Игорь. У нас командир по ножам просто, я уже все свои ему отдал, все разных стран мира ему присылают. Поэтому с вас будет еще ножик для командира батальона, это боевой такой офицер, я вас уверяю, что вы явно за это самое. Это я так полушучу, но если будет какой-то там залетный, но интересный нож, потому что у него коллекция очень интересная, я вас попрошу. Но тем не менее, видно, что люди занимаются охотой, рыбалкой, разбираются в этом, потому что настолько это грамотно. Ведь про кофейную гущу все время говорят, не выбрасывать, использовать в садоводстве. Очень правильно, действительно, мыть посуду, очень правильно, скрабы, очень правильно. Но для рыбалки никто не говорит, хотя прикиньте, какой рынок может быть. Поэтому вот эта фраза, фус не выбрасывать, использовать в фидере, настолько толково. Еще и 12 грамм. Ну, то есть, ну, это много. То есть, в эспрессо 8 делают, 10 закладывают, то есть, 12 жалко, себестоимость растет, поэтому кофейники немножко за это. А тут 12, честно, хлопцы, дали вам, поэтому кава правдива. Да, так что молодцы, ребята. Ну, порадовали эти два пакетика, блин, и опять я чуть не пропустил, представляете? Я же не знал, что оно внутри лежит, меня не предупредили, и я так в общую пачку отдал его на склад. Вот, а сейчас глянул, здорово, рыбацкий и папа Новая Гвинея, ребята. Так что, все удивительно, как я в армии путешествую по странам не меньше, чем на гражданке, наверное. То есть, я ездил много, но вот последний год, ну, там, год, я работал много, то есть, я практически там никуда не выезжал, мне некогда было. А сейчас в армии я переношусь вот в своих воспоминаниях, благодаря тому, что ребята присылают, и я по всему этому кофе прохожу. Блин, удивительно, какая-то другая жизнь еще одна, такая мелкая, конечно, меж всякими прочими вещами, менее приятными, чем кофе. Жизнь продолжается, правда. Давайте, за вас, слава Украине!